Будем говорить про Европу, будем говорить про Европу, как она готовится к зиме, к зиме, которая настанет на самом деле очень быстро, время летит. А вот давайте поговорим о европейских странах, как они продолжают готовиться к зиме. Германия, кстати, почти на четверть сократила потребление природного газа в августе по сравнению с предыдущими годами. Об этом свидетельствуют данные немецкого государственного энергорегулятора. Такого результата удалось добиться в первую очередь за счет крупных потребителей энергии. Компании находят альтернативу голубому топливу. О том, как Европа готовится к зиме, расскажет Данила Ковса. Энергоресурсы – один из главных рычагов влияния Кремля на Запад. За счет лоббирования и заниженных цен Россия стала основным поставщиком газа для Европы. До 50% только в предыдущем году. После начала полномасштабного вторжения в Украину и жесткого санкционного ответа Запада на развязанную Россией войну, Москва шантажирует Евросоюз резким сокращением поставок. Так, в Кремле хотят уменьшить помощь Киеву. Вместо этого Запад начал активно искать альтернативы ненадежному поставщику и готовиться к зиме. Проблема есть, но эта проблема значительно усугубляется российской пропагандой. Но, по моему мнению, все это намного преувеличивается. Европа может спокойно обойтись без российского газа. Был принят амбициозный план – Repower EU. Он предусматривает выделение 300 миллиардов евро на замещение российского газа и включает диверсификацию поставок природного газа. Германия и Франция уже заполнили свои газовые хранилища на 80 и 90 процентов соответственно. Шантаж Кремля также ускорил переход Евросоюза на возобновляемые источники энергии. По планам к 30-му году их доля будет составлять 63 процента. По сравнению с предыдущим прогнозом, показатель вырос на 8 процентов. А в краткосрочной перспективе выход «Газпрома» из европейского рынка приведет к большим потерям для Кремля, который продавал Европе ежегодно около 200 миллиардов кубометров газа. Заместить такой объем поставками в Китай, по словам экспертов, невозможно. Даже по самым оптимистичным прогнозам, экспортные мощности российских трубопроводов в Китай к 2030 году составят 128 миллиардов кубометров в год, что все еще значительно ниже, чем уже имеющиеся продажи в Европу. Но без прямого доступа к западному опыту и оборудованию в области СПГ, а также в условиях таяния вечной мерзлоты под трубопроводами «Газпрома» – это очень рискованное предложение. И если Европе удастся добиться успеха в этом первом раунде, «Газпром» и Путин проиграют в долгой игре. Из аналитического обзора издания «Политика». Из-за сокращения экспорта газодобывающая отрасль в России может оказаться под угрозой деградации или даже частичного исчезновения. Ведь без постоянной добычи и прокачки газа оборудование начнет выходить из строя, а из-за санкций заменить его уже не получится. Тем временем Москва уже теряет европейский рынок и сокращает поставки именно Кремль. Уменьшение объема природного газа за 7 месяцев текущего года наблюдается на уровне примерно 17%. Это говорит о том, что государство-агрессор не смогло переориентировать объемы газа, ранее поступившие на европейский рынок, ни на внутреннее потребление, ни на азиатско-тихоокеанский регион. Здесь, конечно, есть большие инфраструктурные проблемы. Ведь трубопроводы или ЛНЖ-терминалы, которые могли бы заместить добытые объемы природного газа на азиатско-тихоокеанский регион, их просто не существует. На данный момент самый большой газопровод из России в Китае, Сила Сибири, работает не на полную мощность. Полноценный запуск запланирован на 2025 год. Но даже тогда газопровод сможет обеспечить 38 миллиардов кубометров газа в год. Одну пятую от стандартных закупок Евросоюза. Данила Кобза. Специально для информационного марафона Freedom телеканала UA. Давайте мы продолжим эту тему. Максим Гардус, эксперт по энергетике, Офиса реформ Кабинета Министров Украины. С нами на связи. Максим, приветствуем вас. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. А давайте поговорим и поговорим. И действительно, это тот нарратив, который используют и российские средства массовой информации о том, что Европа замерзнет и продолжается этот нарратив использовать. И мне такое впечатление, сколько бы мы не называли цифры, да и сколько бы институции международные, которые на сегодняшний день занимаются и говорят об энергетике, не говорили, что страны продолжают готовиться и цифры предоставляют. Ну, Российская Федерация все равно, я так понимаю, сколько будет длиться война со стороны Российской Федерации, сколько будет использовать этот нарратив, что Европа замерзнет. Я просто так к слову. Польша и Словакия вчера открыли газопровод между странами, чтобы снизить зависимость от Российской Федерации. Мы больше не будем зависеть от российского газа, заявили премьер-министры двух стран. То есть варианты находят все страны. Сегодня много будем говорить о Германии. И вот я вспоминала уже Германию о том, насколько заполнены газохранилища Германии, а уровень заполненности превысил 80% федерального сетевого агентства ФРГ. Продолжается закачка газа, общий уровень заполненности газохранилища увеличивается в хранилищах во многих европейских странах. Вот с этого и начнем. Давайте говорите. Мы видим, страны готовятся. Максим, если мы все-таки используем ту информацию, которую я сейчас озвучила, понятно, что это маленький процент из того, что сейчас происходит и в Европе по подготовке к зиме. Вы нам, как аналитик, тоже проведите такой анализ. Какие страны на сегодняшний день в Европе абсолютно готовы к зиме, какие не готовы, и какие страны действительно предприняли и уже внедрили ряд методов для того, чтобы эту зиму пройти, возможно, с определенными затратами, но не с такими серьезными, как на них надеется Российская Федерация? Уровень только разный, но, в принципе, везде к концу лета он достаточно высокий, поскольку Еврокомиссия приняла ряд директив о том, чтобы совместными усилиями обеспечить готовность к зиме. Так как они повысили нормативы и обязали страны-участницы закачать газ из подземных хранилища, на что были выделены этими странами деньги, довольно значительная сумма, но учитывая нынешний курс и стоимость газа на европейских рынках. Также активизировались европейские проекты по интерконнекторам. Вчера, то есть соединительным трубом, который соединяет одни страны с другими, для того, чтобы газ мог спокойно перетекать из одной страны в другую. Открытие между Польшей и Словакией – это яркие события, но оно одно в цепи множества таких событий. Такие же были на Балканах, такие же были в Балтике и так далее. Что странно соединяются между собой сети, потому что, в принципе, изначально газовая инфраструктура строилась в значительной части Европы, в том числе и западной, как довольно прямая линия из западной Сибири в Европу. А теперь они устанавливают множество параллельных связей между странами. Также в рамках подготовки и долгосрочной независимости от российского газа Германия снова подняла вопрос о газопроводе из Испании в Западную Европу для того, чтобы доставлять СПГ, газ из Алжира или который проводится с танкерами из Соединенных Штатов Америки. И множество подобных проектов подготовили Европу к тому, что если кризис будет недостаточно в одной стране, остальные ей газ перебросят. Кроме того, важно, что убрали для этого множество административных барьеров, облегчили эти процедуры, утрясли их финансово, утрясли их на нормативном уровне, чтобы газ мог свободно притекать из одной страны на другую. Дело в том, что газовые хранилища не во всех странах одинаковые. Они есть огромные в Германии и Австрии, но в некоторых других странах европейских их попросту нет в объеме потребления страны на несколько месяцев. Они незначительны. Поэтому очень важно, что Европейские предприняли эти шаги, для того, чтобы перебрасывать из стран, в которых газ в хранилищах есть, в другие страны, в которых его может не хватить теоретически. Ну и, наконец, они очень много законтрактовали газа, сжиженного из других стран экспортеров. К сожалению, это имеет свои последствия. Очень сильно вырос биржевой курс. Газа биржевая стоимость взлетела на дня до 3 тысяч. Это раз. Два. Очень сильно удорожилась фракт, так называется, аренда судов газовозов. Она достигла рекордных параметров, потому что за газом бегают все. Все ориентуют эти газовозы за любые деньги, потому что ясно, что лучше купить газ летом, пока он еще... Нам кажется, что он дорогой, но зимой он будет явно дороже. И это напрягает всю инфраструктуру. Тем не менее, Европа демонстрирует решительность к тому, чтобы запастись максимально возможным количеством газа, для того, чтобы зимой в случае прекращения поставок из России не подвергнуться энергическому кризису. Максим, хотелось бы добавить, что Россия хочет использовать зимний период как инструмент давления на страны Европы, о чем мы говорим уже в нашем эфире неоднократно. Но, тем не менее, это сказала Елена Зеркаль, это советник министра энергетики Украины. Что именно она говорит? Что сокращением поставок газа Российской Федерации планируют снизить поддержку Украины. И также, по ее словам, фактически россияне уменьшают добычу и уничтожают месторождение. А это, в свою очередь, приведет к массовой безработице в Сибири и может привести к катастрофическим последствиям для всего населения России. Давайте услышим. Россияне начали уменьшать поставки газа в Европу еще в прошлом году. И еще в прошлом году мы им говорили о том, что это уменьшение было запланировано и что они делают это целенаправленно для того, чтобы поднять цены на газ и создать искусственную ситуацию, при которой европейцы начнут нервничать для того, чтобы запустить Северный поток-2. Европейцы не запустили в прошлом году Северный поток-2, и это было своего рода триггером. Но для россиян это осталось зацепкой, интересом, который они продолжают преследовать. Они до сих пор считают, что если сделать ситуацию еще более тяжелой с точки зрения поставок газа в Европу, немцы не смогут выдержать давление и будут вынуждены запустить Северный поток-2. Елена Зеркаль, советник министра энергетики Украины. Тут еще нужно было бы сразу обратить внимание на Северный поток-1, который на техническое обслуживание будет поставлен с 31 августа по 2 сентября. И, скорее всего, многие эксперты говорят, что это тоже будет использовано как элемент давления, потому что раньше технические процедуры не производили. И так работал нормально Северный поток-1, все было хорошо. Он и так работает на 20% мощности. Скажите, по поводу закупорки, скажем так, месторождений, по поводу добычи газа. На самом деле, не выглядит ли это так, что сейчас России намного выгоднее сжигать газ, чем закупорить скважину, а потом нужно использовать иностранные технологии для того, чтобы ее вновь раскупорить, так сказать? Дело в том, что сборка — это дорога в один конец. И, с одной стороны, да, теоретически, вроде бы это выглядит как-то с патологией более бережливо, да. Сегодня не продаем, завтра не продаем. Но технология сжигания позволяет им манипулировать цены. А это и есть главная цена. Мы видим этот кризис. Он же начался еще, в принципе, до вторжения в Украину 24 февраля. Он идет с весны в прошлом году, когда они все время создают информационные кризисы, все время уменьшают поставки по чуть-чуть, делают противоречивые заявления. И тем самым они разгоняют биржевую цену, потому что биржевая цена — это же не реальные сделки. То есть никто на самом деле в каких-то кризисных ситуациях по этой цене покупает. Это ориентир. Но и он как раз очень психологичен. Поэтому раз сообщили об аварии, о взрыве, о технической поломке, все побежали покупать, паника, цена выросла. И таким образом, продуцируя вместо газа слухи и панику, цена выросла зарабатывать на меньшем объеме проданного газа в физическом выражении большее количество денег. Поэтому с этой точки зрения, это, конечно же, недружественная по Европе тактика, но она эффективна в плане того, что она позволяет сейчас и здесь зарабатывать деньги. Да, разумеется, без западных технологий российская промышленность войдет с годами в системный кризис, потому что, как оказалось, они абсолютно упустили свою собственную школу машиностроения, которая какая-нибудь на Российском Союзе была. И сейчас без западных технологий они не могут ничего. Но это далекая перспектива. А цель их получить много денег здесь и сейчас. И вот этот шантаж, а также паника, спонсирование европейских пророссийских сил, которые кричат «А, мы все умрем и все замерзли без российского газа». Недавно появились сообщения о том, что германские службы безопасности рассматривают возможность политических акций ультраправых и ультралевых сил в Германии пророссийских под тем же лозунгом «А, мы все замерзнем, давайте мириться с Россией». Поэтому это, по факту, достаточно выгодная тактика. Она страшно близорукая, она очень расточительная к российскому будущему и энергетическому будущему. Но она эффективна в короткой перспективе. А давайте продолжим, раз уже мы сегодня говорим о том, как Европа готовится. Хочется вспомнить такие локальные действия, которые предпринимают страны. Мы как-то рассказывали, как во Франции, подсветку решили ограничить, особенно если мы говорим про Париж, про центральные улицы, про Елисейские поля. Но вот сейчас посмотрим, на самом деле, как страны снижают зависимость от российского газа. В большинстве стран Европы активно продолжают меры принимать по экономии энергоресурсов. Давайте посмотрим. Правительство Франции делает ряд непопулярных шагов для повышения энергоэффективности, малого бизнеса. Предприниматели обяжут держать двери магазинов закрытыми, когда работают кондиционеры, а также ограничат время работы неоновой рекламы. Она должна быть выключена с часу ночи до 6 утра. За нарушение этого правила предусмотрен штраф около 750 евро. Нововведения уже действуют в некоторых регионах, а в ближайшее время станут обязательными по всей стране, чтобы избежать отключений зимой из-за нехватки газа, снижают потребление электричества и в Испании, а также в Чехии. Там сокращают часы работы супермаркетов и призывают меньше пользоваться кондиционерами. Максим, я понимаю, что каждая страна таким образом, благодаря таким локальным методам, пытается действительно сократить и потребление, и ограничения определенные вводят. Но скажите, вот такие вот, если мы говорим, меньше пользоваться кондиционерами, сейчас такие прикладные вещи. Но очень часто, кстати, на парадных и у нас пишут, зимой держите входную дверь общую закрытой, для того, чтобы не было утечки тепла. На самом деле это же тоже происходит в каждой стране. И это хорошая, кстати, рекомендация, потому что некоторые не закрывают эту общую дверь, и утечка тепла так и происходит. Но если мы говорим вот сейчас в разрезе глобальной нашей темы, вот такие локальные действия, насколько они помогают каждой стране уже сейчас действительно помочь самим себе в вопросе энергоресурса. Вот такие маленькие точечные действия, они помогают на самом деле? Или, скажем так, если мы берем глобально, и зимний период, когда температуры другие и так далее, вот такие локальные вещи, они на самом деле, ну, если говорим по цифрам, что они на самом деле не сильно-то и помогают? Я думаю, что по каждой конкретной стране нужно смотреть баланс ее энергопотребления и в каких сферах энергии тратится больше. Честно говоря, самые большие потребители – это все-таки промышленность. Да, в летнее время мы видим скачок из-за кондиционирования, особенно в Южной Европе. В зимнее время мы видим скачок из-за обогрева. Но в целом, даже когда идет изучение темы энергии эффективности в Украине, очевидно, что какой-нибудь огромный металлургический завод уменьшить его потребление электроэнергии на 1%, это лучше, чем завесить бигбордами по Украине «Выключайте свет в ванной» после того, как из нее вышли. Поэтому тут важны все-таки расчеты и так далее. Мне кажется, что во многом это вещи такого психологического плана и для того, чтобы почувствовать солидарность, что это наша общая задача, а не только правительство Испании или правительство Италии должно где-нибудь найти для нас электроэнергии, а я буду жить как жил. Поэтому тут, кроме того, в каждой стране уникальное соотношение, из чего делается электричество. Например, во Франции 70% – это атомная энергия. У них там, в принципе, вопрос не в потреблении сейчас, а в том, что из-за дикой засухи у них обмелели реки, в которых охлаждается вода из первого конкурса реакторов, и, соответственно, приходится на простое отправлять отдельные блоки. В принципе, в Украине, например, газ практически не участвует в производстве электроэнергии, поскольку для нас это страшно дорого. В Украине не знаю, такое происходит. Поэтому эти товары являются субститутами, это заменяет один-другой газ электричество. У нас в Украине газ электричество вообще никак не заменяет. Поэтому в каждой стране свой энергоблаз, и, в принципе, тут гораздо более важны системные действия, если честно, про экономику. То есть это те разговоры, которые сейчас начал, в том числе канцлер самая большая страна, Шольц, о том, что не время отказываться от атомной энергетики. Вот если они приведут ренессанс атомной энергетики, это, честно говоря, больше, чем штраф за открытую дверь ДАС. Намного больше, на порядке. Максим, а давайте еще с вами успеем обсудить диверсификацию поставок. Норвегия заняла первое место среди поставщиков газа в Евросоюз, тем самым подвинув Россию. Министр энергетики Терия Асланд заявил, что его страна планирует сохранить добычу природного газа на нынешнем высоком уровне, пока Европа борется с кризисом производства электроэнергии, который может подорвать ее промышленность. По его словам, Норвегия намерена увеличить добычу на 8% по сравнению с 2021 годом и, соответственно, побить рекорд пятилетней давности. Однако цены государство снижать не планирует. Давайте услышим. В принципе, рынок прогнозируемый. Когда есть дефицит, цены высокие. Это также способствует увеличению производства и направляет газ на рынки, которые в нем наиболее нуждаются. Я ожидаю, что мы сможем поддерживать уровень производства, который у нас есть сейчас, до 2030 года. Терия Асланд, министр энергетики Норвегии. Ну вот, видите, это то, что я вспоминала о вчерашнем событии, когда Польша и Словакия открыли газопровод между странами. Это как раз для того, чтобы получать газ из Норвегии. Это то, что мы сейчас озвучивали. А давайте, понятно, что не как результат нашего диалога, потому что эта тема, она бесконечна, мы будем ее обсуждать. Но мы видим, что страны все равно находят альтернативные варианты. И уже большинство стран нашли, каким образом обеспечить себя даже этой зимой. А Россия в то же время, что приходится делать России? Россия ежедневно сжигает газ на миллионы, просто чтобы не поставлять его в Европейский Союз. И вот я хочу спросить, и будет продолжать сжигать его? Потому что некуда его поставлять, фактически будет. На самом деле, когда Россия поймет, что это тоже в нее интересы, и что вообще будет делать дальше с этим газом? Продолжать его сжигать? Тогда экологи уже бьют и кричат, что не-не-не, это очень плохо, это влияет на окружающую среду и так далее. И на экономику влияет. Кстати, это одна из тем, которые мы тоже будем обсуждать в ближайшие эфиры. Но если мы говорим про вот это сжигание газа, к чему это может привести в самой Российской Федерации? Уже российские экономисты посчитали, что за месяц сжигания газа они в факелах сожгли годовой бюджет одного из самых бедных регионов России, Дагестан. За месяц сожгли в атмосфере для политических целей наказания Европы годовой бюджет Дагестана. Это, конечно же, кошмарная и сумасшедшая ситуация. Что касается Голков, честно говоря, я думаю, что Россия очень сильно нарушилась только международного законодательства, что одной больше, одной меньше, это имя не очень сильно влияет. Но дальше, что касается Голков, честно говоря, я думаю, что Россия очень сильно нарушилась только международного законодательства, что одной больше, одной меньше, это имя не очень сильно влияет. Но дальше, когда они увидят, что рынок занят, а сейчас доля России на рынке ЕС падает, падает неуклонно, мы выше говорили про Норвегию, а это же еще не все. Осенью будет запущен газопровод Балтик Парк из Норвегии в Польшу, и доля Норвегии еще вырастет, Польша станет еще более независимой от России, она будет распрощаться с ней навсегда. И я думаю, что рано или поздно руководство России придет к выводу, что это не временная ситуация, которую можно будет откатить назад, и что никто не будет выкапывать новые газопроводы и разрывать контракты США и закрывать вновь открытые месторождения. И тогда им придется консервировать свою промышленность газовую действительно на долгий срок, поскольку переориентация газа на другие направления очень проблематичная задача. Без западной технологии они не могут, в принципе, посовлять газ туда, куда не проложены трубы, потому что все проекты по сжижению газа, они совместные. И западные партнеры из них активно выходят, соответственно, построить терминал и сжижать газ, чтобы отправлять его, например, в Индию, который бы с удовольствием по дешевке покупал, но технологий-то нет. От своих танкеров они не могут построить свои танкеры для газа и не могут построить свой завод по сжижению без западной технологии. Поэтому им придется снижать добычу, снижать системно, сильно и на долгие годы, и без возможности это откатить уже на очень долгую перспективу. Да, Максим, это именно то, о чем мы говорим. Все время красной нитью у нас проходит тема импортозамещения, которая никак не происходит. Вас будем благодарить за участие в нашем эфире. Максим Гардус, эксперт по энергетике Офиса реформ Кабинета министров Украины. Только что был с нами на связи.